За городом я приемлю нормальный, общепринятый порядок вещей, поступая точно так же, как поступает любой другой. Рано встаю, ем когда положено, в дождь поднимаю воротник пальто. Я понимаю причины, обусловившие необходимость утреннего бритья, и бреюсь поутру и за днё в день. Другое дело в городе, когда я живу в городе, меня не влекут к себе часы пик, олицетворяющие в моём восприятии каротину грачи прилетели. Прилив и отлив у какой-либо подводной пещеры не пугает меня больше, чем приток и оток у хладных зевов контор и жарких зевов ресторанов. Не нахожу ни хода времени, ни необходимости дождя, ни смысла в трезвости, ни радости в пяти, ни целесообразности в платежах, ни планомерности в жизни. Существую в чужеродном лабиринте как насекомое среди людей или же как человек в муравейнике. Презираю жалкое превосходство хмурого дня над беззвёздной ночью. Портьеры у меня всегда задёрнуты. Сплю я, когда глаза закрываются, ем, когда спохвачусь, а читаю и курю непрерывно. Разрешаю душе беспрепятственно покидать моё ущербное неухоженное тело и редко докучаю ей расспросами по возвращении. Моя квартира в одном из самых каменных домов старинного квартала Иннокорт. Преслугу не держу, так как вечно собираюсь на той неделе за город, хотя порой задерживаюсь на месяц и даже не знаю на сколько времени. Делаю ума помрачительные запасы сигарет, а из еды что в голову придёт? Пусть меня ничто не отвлекает от пейзажей Сатурна или от неописуемых тургеневских садов. Пусть ничто не понуждает выходить на улицу. На руках у меня ужасающие следы ожогов от сигарет. Они догорают зажатые между пальцами, покуда я прохаживаюсь в компании женщин с кошачьими головами. Ничто не кажется мне причудливым, когда я выныриваю из таких грёз, разве что я отогну портьеру и выгляну на площадь. Тогда порой приходится надавливать ладонями на сердце, чтобы возобновить дыхание, о котором я совершенно позабыл. Во скольких поездках и местностях меня то и дело подстерегала и в пух и прах разбивала переполненность блюдца, не позволяющие моей руке загасить сигарету. Привычка, ведающая подобными мелочами, потребовала какой-нибудь другой ёмкости. Я встал, удерживая при себе мысли, как держишь в руках, докрыв наполненный бокал, и откочевал в ванную, направляемую смутным воспоминанием о мыльнице, которая лежала там заброшенная, как пустая раковина на пустынном берегу опустошённого разума. Но поглощённый Бог ведает, каким морским валом эта скорлупа исчезла, а мои оживающие глаза, поначалу бесцельно перебегавшие с предмета на предмет, вскоре вновь потребовали моего полного возвращения из грёз, чтобы возриться на пробковый коврик, на свежий, мокрый, поблескивающий отпечаток голой ноги. Немного времени мне понадобилось, чтобы убедиться, я сух, облачён в пижаму и комнатные туфли. Меня никак не назовёшь свежевымытым. Более того, след ноги, где отпечатки пальцев округлый, как отборный жемчуг, не был длинным, как у мужчины, не когтистым, как у медведя. Не был он и следом моей конечности. Это была ножка женщины, нимфы, пенорождённой Венеры. Я вопросил, будто мой скитальческий дух вернул мне спутницу с берега какого-то обетованного моря, из какой-то более удачливой раковины. Пылающими глазами впивал я влажный отпечаток, под моим взглядом он подсыхал. Вбирал его не воздух, а я. Я ни с кем не делился. Разглядывал днями и ночами, обстраивал ладные винограды, крутыми стопами, столь же изящными щиколотками, пропорционально округлыми лодыжками. Я вычислил колени, бёдра, груди, предплечья, плечи, пухлые ладошки и удлинённые пальцы, полную шею, маленькую головку, длинный локон, зеленовато-золотых волос, подобные изгибу морской волны. Где появился один босой след, там появится и другой. Я не сомневался, что в скором времени удостоюсь лицезреть тусклое поблескивание её волос. При этой мысли я тотчас же ощутил волчий аппетит и принялся беспокойно слоняться из комнаты в комнату. С безответным одобрением я отметил, что к присутствию богини небесчувственно даже неухоженная мебель. Замерла, чистенькая и опрятная, как провинциалы в музее. Под незримыми ножками божества новыми цветами расцвёл ковёр. Словно зовут её не Венера, а Персифона. В открытое окно лился солнечный свет и потолки тёплого воздуха. Когда же это я успел раздёрнуть гордины, как бы высылая приглашение солнцу и воздуху? Быть может, она сама это проделала? Однако немыслимо уследить за всякими пустяками, как они непрелестны. Я возмечтал увидеть глянец и волос. Прости меня за то, что я смирился с бледностью усопших. Прости, что я беседовал с женщинами, которые пахли как львицы. Покажи мне свои волосы. Мне грызла жестокая тоска по существу, которая всё время находилась рядом. А вдруг, подумал я, проснувшись в своей неведомо-почему свежей постели, а вдруг она ужасающе вынырнет в темноте, белоснежная, как мрамор, и такая же холодная. И в тот же миг ощутил прерывистые дуновения тепла у себе на щеке и понял, что она дышит совсем рядом. Обхватить руками было нечего, кроме воздуха. Днями напролет слонялся я из угла в угол, причем кипящая кровь во мне выла, как собака на луну. Здесь ничего, кроме пустоты. Убедил себя, что это вздор. Я видел след красы, ощущал тепло жизни. Постепенно божественную невидимость начнет преломлять один орган чувств за другим. Покуда божество не предстанет, как изваянная из хрусталя, а потом из плоти и крови. И стоило мне только переубедить себя, как я увидел на зеркале налет ее дыхания. Я видел, как неведомо откуда взявшиеся цветы раздвинули свои лепестки, когда она уткнулась в них лицом. Поспешив туда, я уловил аромат, не цветочный, а ее волос. Я повалился на пол и разлегся, как пес на пороге, где один или два раза в сутки мог ощутить легкое дуновение. Это колыхалось на ходу ее юбка. Я ощущал движение ее тела и лишь кратковременное потускнение света там, где она двигалась. Я ощущал бьение ее сердца. Порой как бы краешком глаза я видел, а может мне казалось, будто вижу. Не ее ослепительную кожу, нет, но солнечные блики на ее плоти, которые исчезали, стоило мне пошире распахнуть глаза. Теперь я знал, где она движется и как движется. Но меня губило сомнение, ибо двигалась она не по направлению ко мне. Возможно ли существование еще одной жизни, которая для нее ощутимее моей, а для меня еще менее осязаема, чем мое божество? Или божество томится тут, у меня в нежеланном заточении? Неужели все эти движения, все эти передвижения не в мою сторону? Все лишь перемещение женщины, мечтающей о побеге. Трудно сказать, я думал, что пойму все, если услышу ее голос, или пусть она слышит меня. Денно и ночно я твердил, заговорите со мной, дайте мне услышать ваш голос, скажите, что вы меня простили, скажите, что вы здесь навеки, скажите, что вы моя. Денно и ночно я вслушивался в пустоту, ловя ответ. Я ждал в невыразимом молчании, подобно звездочету, который в такой же кромешной тьме ждет луча света от звезды, в существование которой у него есть все основания верить. В конце концов, когда я утратил и веру, и надежду, до меня донесся звук. Или же нечто, столь же недалеко ушедшее от звука, сколько блик света на ее щеке от кожи щеки. С тех пор, живя одними лишь барабанными перепонками, не шевелясь, не дыша, я ждал, а призрачный звук нарастал. Он проходил различные, бесконечно малые ступеньки громкости. Вот звук за секунду перед дождем, вот трепыхание крылышек, бессвязное бормотание воды. Вот слова, унесенные ветром, вот слова на иностранном языке. Причем звуки становились все отчетливее, ближе. Временами меня подводил слух, точно так же, как других подводит зрение. Глаза вдруг застилаются слезами. Как раз перед тем, как предстоит вновь увидеть издавна любимое лицо после непередаваемо долгой разлуки. Или вдруг на нее нападало молчание. И тогда я уподобрялся путнику, идущему на журчание ручья, и внезапно переставшему слышать это журчание из-за того, что ручей нырнул в кущу деревьев или ушел под воду. Но свой ручей я находил заново, и с каждым разом он становился чище и отчетливее. Уже можно было различить слова. Я расслышал слово «любовь», расслышал слово «счастье». Но вот уши мои полностью распахнулись, я услышал сдержанное «Ах!» Даже сам шелест раздвигаемых губ. Она еще что-нибудь произнесет. Каждый звук был четок, как колокольчик. Она сказала. «Ах! Дивно! Тишина такая! Гарри! Здесь хорошо работается!» А угадай, каким чудом нам достался этот дом. Предыдущего владельца нашли мертвым в кресле, и с тех пор говорят, будто здесь водятся привидения. АП. Ох, КАКАМА! КАМА! КАМА! Продолжение следует...